Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня я хочу показать свою новинку, аллоказию Regal Shields. Вот такая красотка. Это всего лишь деточка. В природе эта аллоказия и вообще в помещении в большом, ну не только в большом, вырастает очень большой, очень большой, раскидистой. И в интерьере она смотрится, конечно, очень-очень красиво. Она украшает листьями. Ну, она, конечно, сейчас у меня, я ее купала, поэтому листья мокрые. А так, листья, вот когда сухие, как из ткани, они прям такие блестящие, очень-очень эффектно смотрятся. И цвет листьев, то есть такой взрослый лист, он имеет такой, смотрите, темный окрас, такой черна даже могу сказать. А молодые листья имеют вот такую светлую зелень. Вот как раз лист раскручивается. Этот сорт аллоказии считается редким. Она очень красивая. И отличается, конечно же, вот красивой листвой, я это уже говорила. Сейчас я вас немного познакомлю с этим растением, кто, если не знает. И потом покажу еще свою одну аллоказию и расскажу, как я за ними ухаживаю. Я уже сказала, что это деточка. И посмотрите, какой у нее огромный ствол. Вообще такой мясистый, толстый. Ну и листочки тоже, скажу, немаленькие. Аллоказия Регалшилдс считается очень красивой и редкой. И отличается она эффектной окраской листвы. Посмотрите, какие у нее замечательные листья. Листовые пластины крупные, достигают в длину 60 сантиметров. Если в ширину, то до 50 сантиметров. Вот представьте, какой это будет огромный лист. Аллоказия – это тропическое, ароидное растение. Верхняя сторона листовых пластин окрашена в пепельно-зеленый цвет. С таким металлическим оттенком. И серебристо-зелеными прожилками. Цвет нижней стороны листовых пластин варьируется от шоколадно-зеленого цвета до светло-коричневого цвета. И вырастает эта красавица до 2 метров в высоту. Ну вот моих 2 аллоказии. 2, но больших. Маленьких нету. Посмотрите. Это у меня аллоказия сарья. Такие тоже листья большие. И у нее, посмотрите, сколько там деточек. Вот видите. Но я их не рассаживаю. Я хочу, чтобы из одного горшка было очень много стволов. Потому что я уже заметила, вот у нее, допустим, лист, если она выпускает, то вот эти старые листья начинают желтеть с каемочки, например, с края листа. И все. И декоративный вид теряется. И я их просто убираю. Вначале я как бы убираю, срезаю вот эти каемочки желтые, чтобы выглядело это все красиво. И поэтому я хочу, чтобы в одном кашпо у меня было много листьев. Из-за этого я деточек не пересаживаю. Пусть там растут. Вот такие тропики у меня. Аллоказия, конечно, светолюбивое растение. Но не терпит прямое попадание солнечного света. Ну, таких, которые могли бы обжечь ее листья. И, конечно же, раз это у нас тропические растения, они предпочитают высокую влажность воздуха. Но, естественно, дома мы как не можем создать такие условия. Ну, что-то приближенное к их условиям, конечно, постараться можно. То есть это устраивать ей душ, например, теплый, обязательно только теплый. Протирать листья ей и с обратной стороны листа обязательно, так как она склонна к нападению паутиного клеща, особенно цариан. Я с этим сталкивалась. И я ей постоянно теперь протираю листья. Ну, плеща, вроде бы, я не вижу теперь. Поливаю я по мере пересыхания. Она не любит, когда ей устраивает болото. Все в меру. Летом полив обильней, а в осенне-зимний период такой постепенный полив, чтобы не загнили корни. За этим нужно прям следить. И вообще, вот, если у нее что-то с поливом не так, например, да, она себя показывает, у нее начинают кончики листьев портиться. Это значит переувлажнение корневой системы. Ну, я, конечно, стараюсь, слежу. И у меня вот эта новая локазия, она у меня уже больше недели. Да, наверное, уже две недели, как она у меня. То есть все хорошо. Листик вот этот молодой разворачивается. И стоят они у меня. Здесь, конечно, у меня досвечивается лампа. Специальная для растений. Вот здесь над полкой. И им хватает. И также, если днем есть солнышко, то тоже на них попадает этот дневной солнечный свет. Хоть немного, но попадает. И это им достаточно. Они не терпят сквозняка. И переохлаждение корневой системы. Поливать только теплой водой. И поставить, где, например, рядом не открывается окно. Ну, чтобы не было сквозняка. Они все ароидные такие растения. Теплолюбивые. Здесь монстера вот в камеру попадает. Ну, у меня здесь вот ароидные собрались в кучу. Здесь у меня с потифилом сенсация. С огромными-то листьями. Листья прут. И середины тоже выкручивает. Но это я так отвлеклась, конечно. И я скажу, что ароидные растения, аллоказии, они любят, когда их подкармливают удобрениями. Но им нужно давать, например, если мы растения обычные подкармливаем, например, ну, как вот обычно подкармливаем, то ароидным нужно давать удобрения чуть меньше этой дозы. И тогда все будет хорошо. Ну, я их подкармливаю, честно говоря, редко. Просто поливаю, обновляю грунт сверху, пересаживаю тоже. Ну, вот эту красотку, которая у меня появилась, я, конечно, ее весной перевалю. Я ее куплю достойный ей горшок, напольный и посажу. Потому что вот она в чем сейчас сидит, горшочек не маленький, хороший. Так что вот такая деточка. Вот такой слоник у меня очередной появился. Я, конечно, очень рада, что в моей коллекции появилась такая красота. Давно я себя не баловала новинками и вот решила побаловать. Но я считаю достойное, достойное растение. Буду его выращивать, буду, конечно, вам показывать его, как оно у меня развивается. Ну, вот сижу в окружении своей красоты, которую создала сама. Рыбки, такие растения цветущие. ой, вообще, конечно, красота. И не важно, что на улице уже зима, снег лежит, уже зелени нет. Так что все в наших руках. Впереди еще много интересного. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Увидимся в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова